Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Сегодня вышел на тесты большущий пак Барон БДМ от Павла Тихонова, он же Павлич71Рус. Павлич, друзья, очень постарался, чтобы нас порадовать. В этом паке сразу 11 вариаций БДМ для тракторов различной мощности. Прекрасно смотрится, друзья, этот пак с любой абсолютно техникой, как нашей, так и зарубежной, но и, главное, прекрасно выполняет свою функцию, а именно культивации. Как мелкий, так и глубокий пак этот в дальнейшем выйдет, друзья, в общий доступ через сбор доната, поэтому в этом обзоре в эксклюзивном порядке предлагаю вам посмотреть на эти самые Бороны и составить свое представление о том, хотите ли вы поддержать монеты, выход этого самого пака в общий доступ или нет. Так что, друзья, погнали в магазин, а далее в поля на тестовые испытания. Разбежка требуемой мощности в паке, друзья, от 110 лошадок до 320. Разумеется, на мощность требуемую трактора влияет как сама возможность культиватора, друзья, совершать мелкую культивацию, либо глубокую, либо же, разумеется, рабочая ширина. Все это вот два момента, которые напрямую сказываются на требуемой мощности культиватора. В данном случае у нас культиватор конфигурации 3х2, который требует всего-то 110 лошадок. То есть, привет, МТЗ-80 вполне себе может с ним работать. Есть несколько, друзья, конфигураций. Это можно убрать наклейки и отражатели, если они вам не нравятся. Ну или, само собой, покрасить раму культиватора, а также выбрать цвет дизайна для, вот, друзья, этих устройств, через которые проходят шланги. И, само собой, можно покрасить обода также в несколько цветов, включая вот такой советский выжженный красный цвет. Идем дальше, друзья. Вот, пожалуйста, разница. Это культиватор тот же самый, казалось бы, 3х4, но здесь уже другая несколько формация для глубокой культивации. Если в первом случае был мелкий культиватор, то здесь уже и требуемая мощность 160 лошадок. Ну и возможности культиватора существенно солидны. Поэтому для мелкой культивации, конечно, мощность трактора требуется поскромнее. Для, друзья, полноценной, глубокой, куда уж солиднее. Сами видите, по мощностным характеристикам 180 лошадок, пожалуйста, уже 240 для 5х4 или 6х2, пожалуйста, 210 лошадей. Это вот первый из, скажем так, наименее требовательных мощности раскладывающих культиваторов. 6х4 уже 300 лошадок, пожалуйста, для той же, казалось бы, рабочей ширины 6 метров. Но функция, друзья, абсолютно разная у них. Один для глубокой культивации, другой для мелкой культивации, кому как больше, друзья, нравится. Ну и видите, дальше разбежку 250 лошадок, 280 для 8х2, ну и 320 лошадок для 9х2. Самого широкого, друзья, культиватора 9-метрового. И, разумеется, надо отметить тот же момент, что, несмотря на разницу и требуемую мощность рабочую ширину культиваторов, у всех рабочая скорость 1 этажей 15 км в час. Начнем с самого скромного, друзья, культиватора в формате 3х2. Для этого используем маломощный FANT Favorit. Там мощность немногим выше требуемой мощности у этого самого культиватора. Ну и сейчас сами на все, друзья, посмотрите, как он выполняет свои функции данный культиватор. На X он раскладывается, на V опускается, ну и поехали выполнять свою главную работу культивирует. Все очень приятно в плане анимации. Тут Паше не откажешь. Действительно, он не первый раз уже берется за дисковые бороны. Получается, у него все очень и очень симпатично в этом плане. Здесь полный порядок и с анимациями, есть конфигурация загрязнения, разумеется, есть модели износа. Так что это мы в конце обзора, друзья, наверное, посмотрим все-таки. Давайте пока просто проедемся и покультивируем. И сами увидите, что называется, разница. В данном случае мы имеем дело с мелким таким культиватором, который вот несколько рыхлит почву. Ну и тем не менее, видите, убирает просто стерневой слой. Он глубоко не проникает в почву. Ну и разумеется, здесь уже несколько для иного рода, друзья, подхода к посеву, подготовке к почву, все это относится. Кому что больше нравится. Понятное дело, классика жанра это глубокий культиватор. Как, например, вот в данном случае у нас дисковые, друзья, барана, которая будет глубоко уходить в почву и полноценно уже культивировать. Сами сейчас увидите разницу, разумеется, в этой культивации. Тут у нас уже формат куда посерьезнее. Вообще, все, что касается X4, это, друзья, про глубокую культивацию. То есть, про полноценную, в общем-то, культивацию. Поэтому, кому что больше нравится, и в этом паке действительно это очень приятный момент. То есть, Паша не пошел от того, чтобы сделать, ну, пожалуйста, все для мелкой культивации. И вот в этом плане, и работать дальше. Нет, есть функция, вот, пожалуйста, такого глубокого культиватора. То есть, две вариации, и при этом разная, друзья, разбежка по рабочей ширине устройств. При этом, рабочая скорость, как я уже ранее сказал, у всех устройств одинаковая. 15 км в час в плане. В анимации все очень здорово смотрятся. Ну, и действительно, эффективность такая, как нужно. Опять же, ребят, тут, что, опять же, важно в этом паке, то, что разбежка действительно очень серьезная по устройствам. Поэтому, если вы сторонник того, чтобы использовать несколько тракторов разнообразных у себя на ферме, и вам вполне по приколу, чтобы по полю одну и ту же работу выполняли, ну, например, и тяжелый какой-то трактор, и трактор, разумеется, поскромнее какой-то, то можете использовать, ну, например, вот такой культиватор, синиметровый, не вопрос, мелкий. Либо же можно выбрать что-то попроще на 3 метра, как в первом случае, с которым с культиватором проходил фэнт-фаворит. То есть, запросто можно на месте того же фэнта использовать наши белорусы, не вопрос. Они должны справиться с этим устройством вполне себе неплохо. Особенно это касается белорусов, ну, постарше версиями, разумеется. Не МТЗ 80-82, а там 12-22, 9-1 и так далее. То есть, вот в таком духе 15-23, то есть, эти МТЗ уволокут без вопросов в тот самый, в ту самую борону БДМ. Ну, а здесь уже, конечно, требуется, друзья, мощность посерьезнее за 200 плюс лошадей для подобных устройств, как этот 7-метровый культиватор. Ну, по факту, культиватор, мы все-таки, хоть это барана дисковая, но тем не менее, мы говорим о функции культивации. Каждый, конечно, свой формат любит, разумеется. Барана дисковая, это уже, ну, для, что называется, ценителей жанра. Я, например, люблю работать с классическим культиватором для глубокой культивации. Но вот, опять же, за счет того, что в этом паке предусмотрены разные абсолютно варианты, ну, это, конечно, очень круто, тем более 11 целых устройств. Я что-то, друзья, так навскидываю, сейчас я не припомню, чтобы для каких-то наших устройств, культиваторов, либо полугов, вот была такая подборка. Ну, разве что, так, ПЛН, наверное, на память, это плуги вспоминаю, про культиваторы, я сейчас не вспомню, чтобы была такая большая подборка или барона, или культиваторов, такого вот нет. Но в данном случае, ребятки, мы используем 9-метровый у нас культиватор Барана БДМ, который, как видите, также успешно справляется со своей ключевой функцией, а именно, друзья, культирует почку. Что касается того, что, друзья, надо сделать для того, чтобы мод вышел в общий доступ. Скал, он сейчас находится на тестах, но уже идет сбор доната на его выход вообще. Так вот, друзья, можете зайти в группу автора ВКонтакте, ссылочка на нее в описании к этому видео. Ну и, разумеется, ознакомиться в целом с работой Паши, если вам хочется этого. Ну и, конечно же, если хотите поддержать выход этого самого парка в общак, можете внести свой, друзья, материальный вклад там в текстике. Все, друзья, написано, прописано так, что можете обязательно пройти и поддержать эту самую работу. Получилось, на мой взгляд, весьма и весьма симпатично. Ну и давайте уже, ребятки, все-таки по износу пройдемся, по грязи. А то я сказал, что все есть, но как бы это я сказал. Все-таки давайте лучше посмотрим на это все своими глазками. Ну а пока, ребятки, я тут сейчас буду проверять износ и загрязнение бараны. Друзья, начну потихонечку прощаться. Все, что хотел, в принципе, в этом обзоре показал. Поэтому проходите в группу автора. Я, опять же, повторюсь, знакомьтесь с его работой. Ну и, разумеется, можете поддержать выход этого самого мода в общак донатом. Я же, друзья, как и всегда в конце своих обзоров, желаю вам всего самого наилучшего. Разумеется, конечно же, вам и вашим близким здоровьем. Мирного чистого неба над головами. Подписывайтесь на канал Просто Симулятор, как в YouTube, так и в ВК. Там найдете много всякого разного и интересного. Ну и, конечно же, друзья, в преддверии 1 мая, разумеется, хотелось бы вас поздравить с наступающим днем трудящихся в разных, друзья, странах. Он по-разному называется, но суть его общая. Так что, мои дорогие, многоуважаемые трудяги, с праздником вас. Дай бог вам всего самого-самого наилучшего. Пока-пока, друзья мои. Надолго не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok